Главный эколог Казахстана за трибуной ООН. Прогноз, мягко говоря, неблагоприятный. Уже через 7 лет Казахстан может столкнуться с серьезным дефицитом воды. На сегодняшний день существует реальная угроза. Мы сталкиваемся с деградацией целых экосистем, чрезмерной эксплуатацией и ухудшением состояния водных ресурсов, а также огромным давлением, которое создает изменение климата. Мы уже почти потеряли Аральское море. Что дальше? Эксперты уверены, на очереди Балхаш. Ради чего мы расплескали свой водный потенциал. Арал должен умереть красиво. То есть мы отдаем жертву весь это Аральское море для того, чтобы поднять экономику и накормить людей, повысить ВВП и так далее. Ученые говорят, спасти Арал уже невозможно. Даже если полностью отказаться от забора воды из Амудари и Сырдари, то прежний уровень воды в нем восстановится не ранее, чем через 200 лет. Единственная наша мечта – это дождь и вода. Так мне сказали два года назад, когда я встретила рыбака в поселке Тастубек на берегу Аральского моря. Впервые за последние 50 лет делегаты разных стран собрались в штаб-квартире ООН, чтобы обсудить проблемы потребления водных ресурсов. На данный момент больше 2 миллиардов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Самое время включать экологику. Мы продолжаем истощать планету главным образом из-за вампирского потребления и нерационального использования воды. По официальным данным, около четверти населения Земли не имеют доступа к безопасной питьевой воде. ООН считает, что каждое правительство должно разработать и внедрить план сохранения воды и обеспечить равный доступ к ресурсу. Как самое ценное глобальное благо человечества, вода объединяет всех нас. И это перетекает в ряд глобальных проблем. Вода – это здоровье, санитария, гигиена и профилактика заболеваний. Вода связана с устойчивым развитием, борьбой с бедностью, поддержкой продовольственных систем, созданием рабочих мест и процветанием. Вот почему вода должна быть в центре глобальной политической повестки дня. Все надежды человечества на будущее так или иначе зависят от разработки нового научно обоснованного курса для воплощения в жизнь плана действий в области водных ресурсов. Десятилетия безхозяйственности и неправильного использования водных ресурсов привели к кризису, который угрожает многим сферам жизнедеятельности в большинстве стран мира. В том числе и в Казахстане. Мы в группе риска. Это уже не фантазии радикальных экоактивистов. С реальным дефицитом водных ресурсов мы столкнемся уже через несколько лет. Вода – голубое золото. Она способствует экономическому развитию, поддерживает средства к существованию людей и естественные экосистемы, а также способствует устойчивому развитию стран и целых сообществ. Но на сегодняшний день существует реальная угроза. Мы сталкиваемся с деградацией целых экосистем, чрезмерной эксплуатацией и ухудшением состояния водных ресурсов, а также огромным давлением, которое создает изменение климата. Конференция по водным ресурсам, которая прошла в штаб-квартире ООН, уникальная возможность ускорить прогресс в обеспечении всеобщего доступа к безопасной воде. Участники предложили идеи, осталось сделать самое сложное – воплотить. Необходимо снижение нагрузки на гидрологическую систему, разработку новых альтернативных продовольственных систем для сокращения нерационального использования воды в производстве продуктов питания и сельском хозяйстве. Кроме того, до 2030 года надо разработать и внедрить глобальную информационную систему по водным ресурсам для управления планами и приоритетами. Это означает интеграцию нашего подхода к воде, экосистемам и климату для сокращения выбросов парниковых газов. Это включает в себя также устойчивую инфраструктуру, водопроводы и планы очистки сточных вод. По словам министра экологии и природных ресурсов нашей страны, сейчас мы продолжаем работать над усилением более скоординированного управления водными ресурсами. Кроме того, пытаемся закрепить бассейновый принцип управления. Это позволит более равномерно и комплексно регулировать водные ресурсы. Сохранение связанных с водой экосистем означает справедливость как по отношению к людям, так и по отношению к планете. А выполнить глобальные цели развития означает предпринять все действия для защиты ограниченных водных ресурсов и их экосистем. Казахстан имеет широкий ландшафт от степей до ледников с неравномерным распределением воды во времени и пространстве. Таким образом, для преодоления этих условий требуются оригинальные подходы к решению сопутствующих проблем. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и действия, которые мы предпринимаем, направлены на обеспечение долгосрочной устойчивости водных экосистем для удовлетворения потребностей как нынешнего, так и будущих поколений. Кроме того, мы наконец созрели для разработки нового водного кодекса, действующему, к слову, уже 20 лет. Там обещают подробно прописать вопросы культуры использования воды, внедрение водосберегающих технологий, повышение продуктивности использования ресурса. Мы продолжаем наши усилия по укреплению интегрированных подходов к управлению водными ресурсами на национальном уровне, поскольку мы считаем, что следует применять системный подход. Задача сохранения ограниченных водных ресурсов и их экосистем невозможна без совместных действий. Мы часто говорим о нарастающих угрозах. Что ж, я думаю, пришло время поговорить о наших возможностях. Мы считаем, что мы можем развивать водные ресурсы, только если будет налажено сотрудничество и активизированы действия в этой области. То есть мало работать внутри страны, необходимо договариваться с соседями. Семь из восьми бассейнов рек в Казахстане являются трансграничными. Почти половина воды приходит из других государств. Плыть по течению уже не получится. Мы и так практически потеряли Аральское море. Надо сделать выводы и постараться не допустить повтора экологической катастрофы. Единственная наша мечта – это дождь и вода. Так мне сказали два года назад, когда я встретила рыбака в поселке Тастубек на берегу Аральского моря. Некогда четвертого по величине в мире, а ныне почти полностью высохшего. Казахстан предпринимает согласованные действия по восстановлению северной части моря. Я спросила, принесли ли плоды усилия по возвращению моря. И он ответил, что семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома, когда море уменьшилось, вернутся после возвращения моря. Встреча с этим рыбаком очень ясно показала, что деградация связанных с водой экосистем рискует лишить людей возможности получать жизненно важные услуги, поддерживающие их благополучие и процветание. Арал высох всего за 40 лет. Трагедия началась в 60-х из-за неумеренного забора воды для сельского хозяйства. А к нулевым осталось всего 10% от общего объема. Площадь Арала сократилась на три четверти. Корабли оказались в соленой пустыне, а люди, жившие по берегам, в эпицентре экологической катастрофы. Арал должен умереть красиво. То есть мы отдаем жертву весь это Аральское море для того, чтобы поднять экономику и накормить людей, повысить ВВП и так далее. То есть интересы экологии, они по-прежнему сегодня, как бы сейчас вниманием больше, но они по факту не учитываются. То есть интересы экономики, рынка, прибыли, они становятся на первом месте. Поэтому те процессы, о которых я говорил, негативные, связанные с, которые вызывают такие чрезвычайные ситуации, они продолжаются, потому что решения принимаются в интересах экономики. И решения принимаются без учета интересов всех водопользователей. То есть без учета тех, кто несет убытки в связи с такими решениями. Например, плотины, забор воды или там дамбы и так далее. Лучше поздно, чем никогда. Сейчас в ООН, чтобы скорее преодолеть глобальный водный кризис, призывают работать сообща и действовать сразу в нескольких направлениях. Конечная цель – доступ к воде для всех людей и бережное отношение к этому ценному ресурсу на уровне подсознания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok